rainbow english учебник 5 класс 2 часть июня 5 степ 9 упражнение номер 3 по грамматике нам нужно дополнить предложение то есть выбрать правильный вариант ответа один из них тут у вас собрана и местоимение в основном местоимения и глаголы chelsea которые между собой часто путают давайте вспоминать старый материал и отмечать что же здесь правильно какой путь это если дословно вообще часто переводят как пройти к твоему дому запомним да то есть вспоминаем что у нас есть притяжательные местоимения но то есть мой твой ваш как оказалось в английском их есть два типа первый который вы давно знаете май зия а у а теперь у вас еще с этого года вдруг оказалось что есть еще зирс а у вас когда же ставится в эти старенькие да легкие когда ставится новые если у вас стоит существительное дальше вы ставите по старинке вот этот вариант зия если же здесь бы хауз отсутствовал то есть если у нас нет существительного вот тогда вы ставите новые это абсолютную форму этих притяжательных местоимения всяких музея с майн и так далее то есть так как здесь стоит слово дом то мы ставим за я вот и за white за хауз как пройти к их дому 2 это пальто не мое она это про пальто имеется ввиду она ее то есть то же самое правило определяем существительное видите здесь запятают и существительного никакого нет значит мы выбираем вот эту вот абсолютную форму то есть 2 колонка новая ваша это будет майн в второй части предложения тоже самое существительное отсутствует значит выбирайте опять же вот эту вторую колоночку то есть хэзэ this code is not майн и тэс хэзэ наша поездка была успешной она была про поездку и тмится виду она была намного лучше чем ваша или чем твоя то есть перевод у них одинаковый наша поездка то есть мы видим слово trip поездка существительное стоит значит выбираем старый известный вам вариант просто ауа во втором случае она была намного лучше чем ваше слово поездка здесь отсутствует значит выбираем уже новый вариант йозы а вот рейп was a success it was much better than yours теперь насчет челесей то есть тоже это из недавнего правила по новой это все конечно объяснять ну ладно я попробую но в двух словах уже не так подробно то есть если что в предыдущих видео там было подробное объяснение и так челесей мы говорим переводится как сказать да кому то что то сказать или просто сказать но если вы говорите сказать кому то сэй после него должен должен стоять предлог чу то есть смотрите скажи им оставаться там где они сейчас находятся так вот скажи им можно сказать челзем или можно было сказать сэй чузем вот как бы вот такие только варианты здесь возможны так как у нас чу отсутствует предлог значит тут у нас именно чел использовался талетом тусе и в язей а второе заходи сказала она открывая дверь а вот в данном случае сказала она не видно кому она сказала то есть не написано и в таких случаях мы вот это чел это кстати 2 2 форма да это прошедшее время но это те же самые глаголы так вот чел использовать уже нельзя ну челд соответственно тоже так как здесь не видно какому объекту человеку она это сказала значит используем said come in she said opening the door моя тетя очень хороша а тут имеется ввиду что у моей тети ну дословно хороша но в смысле ей очень хорошо получается рассказывать истории на ночь да там какие то перед сном так вот когда вы рассказываете истории басни сказки анекдоты сэй при этом не употребляется то есть это особый случай когда чел переводится еще как и рассказывать сэй ставить теперь нельзя и 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 Stories.